Конечно, в нем есть элемент и очень большого открытия, откровения, допустим. Вечку обидно камень, не любви такой простой, сердце век не камень. Ты забоедешь, я в ряду, воля цвету руками, все сумею, все смогу, сердце век не камень. Видите, это тоже в атмосфере доброты, говорится, в атмосфере спокойной такой, понимаете? Или, допустим, другая ситуация. Давай сейчас проанализируем конфликт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот в чем проблема? Почему муки одни? Вот ты что-то-то я молчала от полдня, теперь помолчу и я. То есть она его руку уже берет, она уже отошла, теперь он уже не может принять, потому что вроде наш разлад позабыт, но я теперь очень сердит. Хорошо, ты очень сердит, как надо сердиться? Я теперь очень сердит. Понимаешь, но руку не опускать. И все, и дальше уже мир, дружба началась, потому что она скажет, не сердись на меня, и все, и все закончилось. Но между ними принцип, понимаете? Вроде наш разлад позабыт, я теперь очень сердит. Ты что-то молчал, молчал, это я молчала полдня, теперь помолчу и я. То есть это что значит? Это называется принцип. То есть принцип стоит выше любви, дальше значит ничего не будет. Все, даже любви взаимной, муки одни. Почему? Потому что принцип стоит выше любви. Что-то я молчала полдня, да, больно, тяжело, но руку не отпускай. И пошути несколько раз, и она тебя уже обнимет потом. Ты ей даешь возможность извиниться, что я молчала полдня. И дальше тебе легче станет, тебе легче станет. Раз, и помирились. Принцип отпустил, помирились. Принцип поставил, важнее. Молчала полдня, теперь помолчу я. Все, значит все будет разрушено. Никакого воспитания, никакой счастья, все будет просто разрушаться, и все.